Узнаёте, друзья, вот этот флаг Великобритании? Надеюсь, что все знают этот замечательный флаг Великобритании, такой яркий, красивый. А я сегодня, знаете, что вам хочу рассказать? Похоже, что этот флаг в скором времени Великобритания потеряет, и флаг ей придётся, в общем-то, менять свой. А вот почему, я сейчас вам попытаюсь объяснить. Я, вы знаете, никогда особо не заморачивалась по поводу того, как был составлен этот флаг Великобритании, почему он именно вот так вот выглядит. Ну, флаг себе и флаг. А вот когда стала здесь жить, я стала интересоваться, и вот выяснилась такая история. Ну, в принципе, её, конечно, можно было бы посмотреть в любой у нас сейчас в Википедии, и в любом каком-то справочнике. Но тут интересный такой возникает факт, что, вы знаете, когда я вот стала вот этот вам готовить материал видео, то я наткнулась на столько здесь неточностей, вот даже те в Википедии неточности и даже ошибки, которые присутствуют, их великое множество, и они, в общем-то, поражают, конечно. Поэтому вот даже меня сначала очень сильно вот эта Северная Ирландия сконфузила с её флагом. Вот я вам хочу сейчас вот эти вот все вещи немножечко рассказать и прояснить. Ну, кому интересно, конечно, друзья. Вот, значит, флаг Великобритании, он был вот такой, вот как сейчас он существует, он был организован в 1603 году, очень давно, вот путём вот слияния вот трёх вот этих вот флагов. Флаг Англии, вы видите, первый, потом флаг Шотландии и флаг Северной Ирландии, друзья. И вот здесь вот, как бы, вы знаете, те, кто знает историю, сразу может возникнуть вопрос, так как мы знаем, что у нас Великобритания состоит из четырёх стран, объединения четырёх стран – Англия, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс, друзья. А куда же у нас Уэльс-то на флаге подевался вопрос? То есть вот такой вот у нас замечательный, очень красивый, красочный флаг Уэльса. И он, как ни странно, несмотря на то, что входит в состав Великобритании, он не присутствует на флаге Великобритании. И, в общем-то, довольно-таки странная история. Но об этой истории я чуть попозже скажу. А вот сейчас вернёмся, знаете, к чему? К самому такому вопросу интересному по поводу Северной Ирландии. Потому что, вы знаете, друзья, в Северной Ирландии вообще происходят такие странные метаморфозы. Вот смотрите, вот я нашла картинку в гугле, когда написала запрос по поводу флага Великобритании. Вот мне выскочила такая замечательная картинка, просто красочная, яркая. Вот смотрите, что тут пишут. Флаг Великобритании нарисован, всё очень правильно, да. И дальше из чего состоит Великобритания, значит, с каких стран? Англия со своим флагом, правильно. Шотландия со своим флагом, замечательно. Внизу Уэльс со своим флагом, да, замечательно. А дальше смотрите, что они пишут. Ирландия. И рисуют флаг Ирландии. Но это вообще ни в какие ворота, дорогие друзья. Ирландия, потому что это ошибка грубейшая. А Ирландия – это независимая страна, которая никогда не входила в состав Великобритании. И могу вам сразу сказать, что очень многие путаются, потому что часто пишется, что не Северная Ирландия, а Ирландия входит в состав Великобритании. Так вот, запомните, друзья, что не Ирландия, а Северная Ирландия входит в состав Великобритании. Вот сейчас я вам покажу. То есть, вот если мы на карту посмотрим, то у нас получается вот здесь вот все довольно-таки ярко и красочно, и понятно показано. Смотрите. Значит, вот Англия, Уэльс, Шотландия наверху. И дальше на острове Ирландии Северная Ирландия и Ирландия. Две разных страны. Северная Ирландия – это столица Белфаст, и Ирландия – это столица Дублин, друзья. Так вот, в состав Великобритании входит вот эта вот маленькая страна Северная Ирландия, которой население чуть больше 1 миллиона 800 тысяч человек на сегодняшний день, по-моему, так. А здесь вот смотрите, я еще нашла вот такую красоту неописуемую. Это тоже вот объясняется, даже, по-моему, на какой-то презентации вот это вот было показано. Вот география Великобритании, нарисован, значит, вот этот вот наш остров Великобритании. И написано, Великобритания состоит из череп трех стран. Англия, Шотландия, Уэльс. И они совершенно правильно пишут Северная Ирландия, но почему-то флаг рисуют Ирландии. То есть вот опять, понимаете, вот такие вот происходят вот конфузии. Вот продолжаем дальше. А конфузии-то, наверное, знаете, почему происходят? Вот если мы вернемся опять вот к этой вот замечательной схеме, которая мне очень нравится. И здесь, в принципе, все правильно у них нарисовано. И вот нарисован флаг Северной Ирландии, вот последний, Нордс и Айрланд. Он нарисован диагональю, красный крест на белом фоне. А если мы опять же с вами вернемся конкретно к стране Северной Ирландии и посмотрим, какой же флаг у этой страны Северной Ирландии. И мы увидим, друзья, что флаг у этой маленькой, гордой, независимой страны Северной Ирландии, вот он сейчас с 1979 года, вот он выглядит вот так. То есть он выглядит точно так же, как флаг Великобритании, только у него внутри вот такой вот, значит, вот кружочек с эмблемой и с флагом бывшим этой несчастной Северной Ирландии, который выглядел по-другому. Сейчас покажу. Вот, а до этого, по-моему, до 1973 года, или, ну, там мы очень долго, там они утверждали по-разному, какой год точно не могу вам сказать. По-моему, до 1973 года. Вот флаг Ирландии, вот Северной Ирландии выглядел вот так. То есть, вот понимаете, вот бедные северные ирландцы, что у них этот опять их флаг, он похож абсолютно на флаг Англии. И им опять приходится вот эту красную руку Ольстера туда в середку ставить, чтобы, значит, вот и не путали эти флаги опять. Ну и вот возникает вопрос у нас, если флаг Северной Ирландии выглядел абсолютно не так, как вот у нас он, значит, присутствует на флаге Великобритании, то возникает вопрос, откуда же вот он взялся, вот этот вот флаг Северной Ирландии, который применили, когда составляли флаг Великобритании. Вот опять нам придется в историю обратиться и вернуться на 300 лет назад. Вот я нашла вот такую вот английскую схемку, очень как бы так хорошо поясняющую вот этот вопрос, почему у нас флаг Северной Ирландии выглядит немножко по-другому. Ну, во-первых, вот я говорю, как если мы вернемся вот на 300 лет назад, 1603 год, когда этот флаг Великобритании у нас обрел свой настоящий вид, то тогда, в общем-то, эти флаги, в общем-то, они не применялись так уж, как сказать, символизирующих вот страну. Они применялись, в общем-то, как флаги по каких-то покровителей святых, вот именно вот той страны, которую они показывали, представляли. Ну, в основном покровители, вот эти вот покровители этих стран, вот, например, вот здесь вот нам видно. Вот Англия, покровитель Святой Георг, Георгий Победоносец. Дальше Уэльс, Уэльс только флаг показан, про святого тут ничего не написано. Дальше Скотланд, Шотландия, флаг Святой Андрей. И вот Северная Ирландия, флаг Святой Патрик. И вот здесь вот мы как раз понимаем, почему именно флаг выглядит, флаг Северной Ирландии, вот так вот крест-накрест. Потому что здесь применяется вот именно вот этот флаг Святого Патрика, друзья. То есть вот он у нас Святой Патрик, друзья, покровитель Северной Ирландии. И этот день Святого Патрика, который празднуется в Северной Ирландии, это 17 марта. Вот он такой замечательный у нас Святой Патрик. И вот почему мы тут понимаем, почему именно крест вот такой диагональный красный был применен, как символ Северной Ирландии. Потому что это именно крест вот Святого Патрика. Ну и тогда следует также сказать, что вот флаг, вот этот вот английский, вот такой красный крест, это флаг покровителя Англии, Святого Георгия, как я уже сразу сказала, Георгий Победоносец. И его день празднуется, Святого Георгия, 23 апреля, друзья. Ну вот он такой вот, этот Святой Георгий Победоносец. Все мы его, наверное, знаем. И вот он является покровителем Англии. Но самое интересное получается у нас то, что этот покровитель Англии, Святой Георгий, он был всегда покровителем рыцарей, даже больше, чем покровителем стран. Давным-давно применялся со своим вот этим вот Красным Крестом. И оказывается, что он покровитель не только Англии, а также еще и Грузии, Арагона, Греции, Генуи и Барселоны, друзья. Вот как. Ну и вот он у нас, флаг Шотландии. Флаг Шотландии – это флаг Святого Андрея. Сейчас покажу вам. Вот он у нас, вот Святой Андрей такой. И празднуется его день Святого Андрея в Шотландии, 30 ноября. Да, ну вот, кажется, разобрались немножко, друзья. И я хочу опять вернуться к нашему Уэльсу. Что же у нас с Уэльсом и что вот с его вот этим вот флагом, таким замечательным красным дракушей. У Уэльса также существует свой покровитель, друзья. Это покровитель Святой Давид. Празднуется день Святого Давида в Уэльсе. Это 1 марта. И вот он у нас такой, Святой Давид, друзья. И у этого Святого Давида есть также свой крест. Вот он, видите, такой довольно-таки симпатичный. На черном фоне вот такой от желтеньких креста. И вот здесь вот даже вот прекрасно объясняется. Видите, флаг Уэльса нарисован. И флаг покровителя Уэльса – флаг Святого Давида. Вот они абсолютно разные. И вот даже когда празднуется вот этот вот день Святого Давида в Уэльсе, то вот, видите, присутствуют как флаги с дракошей, флаги именно Уэльса, так и вот этот флаг Святого Давида присутствует. Вот, видите, на празднествах. То есть два даже флага у нас. И уж не знаю я, друзья, чем так не угодил. Вот этот Святой Давид со своим флагом замечательным, очень симпатичным. И вообще вот Уэльса с вот этим вот чудесным флагом Красного Дракоши. Чем так не угодили они? Что такое с ними не так? Почему их не взяли на флаг Великобритании? Сейчас вот некоторые объясняют это тем, что вот когда произошло объединение в 1603 году вот этих четырех стран, то тогда Уэльс уже был княжеством, он не был отдельной страной, и поэтому как бы вот он и не вошел. Вот его символ не вошел на флаг Великобритании. Но вы знаете, вот я насколько знаю, что об этом очень много дебатируют все жители Уэльса. Они очень недовольны. И вот даже сейчас у них вот такие вот шуточки. Вот сейчас жители Уэльса шутят по поводу того, что вот если Шотландия выйдет из состава Великобритании в скорости, то в общем будет довольно-таки много места на флаге Великобритании, чтобы туда, значит, вот поместить один из флагов Уэльса. И вы знаете, вот на самом деле это вот то, с чего я начала, что может в скором времени этот вот флаг Великобритании измениться. А почему? А потому что Шотландия у нас уже давным-давно стремится к независимости. И шотландцы очень хотят выйти из состава Великобритании, друзья. И вы знаете, наверное, что у них уже вот проходил один референдум. Вот референдум независимости Шотландии уже проходил один, друзья, 18 сентября 2014 года. И на этом референдуме вот проголосовало 55,3% за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Тем не менее, вы знаете, ни жители Шотландии, ни вот парламент Шотландии, они недовольны таким постановкой такой вещей. И они хотят опять провести референдум в период между осенью 2018 и весной 2019 года о независимости опять Шотландии и о выходе ее из состава Великобритании. И вот если это будет одобрено Лондоном, то вот пройдет вот такой вот опять референдум независимости. И неизвестно, что будет, друзья. Если Шотландия выйдет из состава Великобритании, то вот как раз флаг-то у них, друзья, и поменяется. И вот тогда, как шутят жители Уэльса, на флаге Великобритании наконец-таки найдется место, чтобы его символику поместить на этот флаг. И вот вы знаете, я попыталась нарисовать примерно в качестве шутки, как будет выглядеть флаг Великобритании, если Шотландия выйдет из состава Великобритании, то вот-вот, извините, конечно, за вот мой такой рисунок графический. Я попыталась вот сделать, вот не знаю, получилось у меня или нет. Вообще прикольно. Если кто-то умеет хорошо вот с графикой, с компьютерной, то попробуйте сами вот нарисовать, как получится этот флаг. Даже интересно. При том, что я-то применила флаг Велльса, то есть вот дракошу их красного такого яркого. А у них-то есть еще другой флаг, флаг Святого Дэвида. Вот этот вот тоже такой доколен, такие яркие, красивые. Но я уж не стала, говорю, у меня очень сложно с этим делом вот эту вот графику путем наложения одного на другого. Вот это, кстати, было бы интересно, если бы кто-то бы попробовал составить вот новый флаг Великобритании. Ну, я имею в виду в качестве прикола. Вот довольно-таки как вы считаете по этому поводу? Спасибо. Спасибо.